Приветствую, друзья! В разгаре осень, продолжается сезон арбузов. Неудивительно, что у нас много вопросов про косточки. Нет, не только про те косточки, которые внутри арбуза. Есть косточки внутри винограда, косточки внутри граната, яблока и так далее, и так далее. И вот есть два главных вопроса. Первое. Опасно или не опасно глотать косточки? Что будет, если мой ребенок проглотил три косточки от арбуза? Три, целых три косточки. Что с ним будет? Или мама увидела в горшке, в детском горшке, косточки, например, яблока или винограда, или арбуза. Что будет, не опасно ли это? И еще один очень важный вопрос. Не вызывают ли проглоченные косточки аппендицит? Вот на эти два главных вопроса я и хочу дать сегодня ответ. Давайте начнем с темы аппендицита. Здесь все на самом деле абсолютно очевидно. И ответ на эти вопросы был дан много-много лет назад. Я даже когда начал искать ответы на этот вопрос, меня больше даже впечатлили не современные научные исследования, которые указывают на отсутствие взаимосвязи между поеданием косточек и развитием острого аппендицита, а исследование 1896 года. Суть этого исследования, вот как бы картинка, название работы. Эта работа была проведена в Чикаго в 1896 году. Суть значит исследования. Многие врачи нашего города утверждают, что с поеданием винограда надо быть крайне осторожным, поскольку виноградные косточки увеличивают риск аппендицита. И я подумал, пишет автор статьи, в нашем городе Чикаго доступ к винограду есть 4 месяца в году. Следовательно, если виноград повышает риск аппендицита, то именно в эти месяцы должен быть подъем заболеваемости аппендицитом. Ну логично. Если виноград увеличивает вероятность аппендицита, то в те месяцы, когда винограда много, будет рост заболеваемости. И вот они провели исследование и обнаружили, что никакой зависимости между поеданием фруктов, вообще ягод в виде винограда в частности, никакой зависимости с развитием аппендицита нет. То есть факт вроде как очевиден. Кроме этого, уже в нынешние времена, когда появилась доказательная медицина, когда есть четкая статистика, в общем, сейчас тоже доказано, что это все мифы, то есть товарищи употребления косточек не приводит к аппендициту. Это первое. Теперь, собственно говоря, про проглатывание косточек. Смотрите, в чем суть. Вот это важно очень понять. Вот берем мы яблоко. Внутри яблока есть косточки. Можно ли эти косточки проглотить? И что будет, когда проглоченные нами косточки окажутся в желудочно-кишечном тракте? Суть яблока и косточки, которая внутри. Яблоко привлекает некую живность. Человека, свинью, дикую, например, свинью, птичку, которая с удовольствием лакомится мякотью и проглатывает косточку. То есть природа так задумала эволюция, чтобы кто-то эту косточку проглотил, а потом куда-то полетел или куда-то побежал и в том новом месте справил большую нужду. И косточка, пройдя в неизмененном виде желудочно-кишечный тракт, вместе с испражнениями этой птички или этого поросенка окажутся в почве и из косточки вырастет новая яблонька, молоденькая. То есть суть косточек, природа их так придумала, чтобы они не входили в реакцию с организмом, который их съел. Им не надо убивать этот организм, наоборот. Надо, чтобы она как вошла, так и вышла. И таким образом яблоньки будут расти и дальше. Ну а что касается отдельно косточек арбуза, то тут я вам должен сказать, что их не только можно есть, их прям рекомендуют есть. Есть даже рецепты, как приготовить арбузные косточки. Для этого рекомендуют взять духовой шкаф, разогреть его до температуры 160 градусов, разместить туда семена арбуза, запекать, запекать при вот этой температуре 160 градусов примерно 15 минут. Потом можно побрызгать сверху оливкового масла, присыпать, а дальше уже кто чем. Можно присыпать солью, кому хочется больше сахарной пудрой, можно каенский перец использовать, можно использовать корицу и так далее. И у вас получается замечательное блюдо, которое можно есть. В нем огромное количество клетчатки, в нем железо, в нем кальций, магний и даже полезные жиры. То есть сама дискуссия на тему, можно ли есть косточки арбуза, косточки арбуза, она не имеет никакого смысла, хотя бы потому, что на огромном количестве сайтов продаются эти самые косточки арбуза, и там указана их пищевая ценность, сколько в них витаминов, микроэлементов и так далее. И говорят, ешьте на здоровье. Тем не менее, есть косточки абсолютно безопасные, которые в принципе никак на нас не действуют. Ну, тот же арбуз, гранат. Но некоторые косточки опасны при их разгрызании. То есть вот, например, косточки яблок, косточки абрикоса, косточки вишни, они содержат синильную кислоту. Они очень опасны, если их грызть. Особенно, если их грызут дети. То есть детей не надо приучать к тому, чтобы они жевали косточки. Кстати, когда вы раскусываете косточку яблока, вкус не очень приятный. Это вам природа намекает. Не надо меня кусать. Глотайте как есть. Собственно говоря, вот это главное, что я хотел вам рассказать. Хотя вот сейчас хочу еще одну историю рассказать. Она может быть не прямо связана с косточками. Хотя нет, она прямо связана с косточками. Я вот помню, как совсем недавно, хотя казалось, это было сто лет назад, до войны, я был в Баку. Я выступал там, встречался с родителями. И потом вечером меня повели в ресторан. И там нам поставили красивейшие пиалы с красивейшими, огромными такими косточками граната. И я брал эту косточку, сосал ее и выплевывал семечки. А местные все, естественно, ели их прям ложками. Я прям смотел на них оторваться. Почему? Ну, потому что мне в детстве мама сказала, мама сказала мне в детстве, не ешь косточки, от них может быть аппендицит. И вот вы знаете, я врач. Я перечитал кучу литератур. Я знаю, что это не вредно. Передо мной сидят люди, которые едят ложками эти косточки. А я не могу их проглотить. Почему? Потому что то, что сказала мама, сплошь и рядом воспринимается на уровне инстинкта, на уровне подсознания. Собственно говоря, косточки, вообще тема косточек, которую я вам сегодня изложил, это один из предлогов. Напомнить вам о том, чтобы вы разговаривали с вашими детьми. Потому что то, что вы скажете детям, потому что те навыки, которые вы привьете детям, те ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо, которые вы дадите детям, сохранятся на всю жизнь. И поэтому будьте очень осторожны с любыми явлениями, которые прививаются в детстве. Религия, язык, моральные принципы мамы и папы. Все это для людей святое. Делайте правильный вывод. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова